САВЕНСКАЯ ШКОЛА Дом, в котором есть все. Столовая, спортивный зал, ну и, конечно, кладезь знаний и библиотека. Когда-то Надежда Ивановна пришла работать завхозом, стала ближе к жизни школы и теперь трудится библиотекарем. Признается, что все здесь стало родным. У меня две дочери. Закончили эту школу. Теперь пришли внуки. Мои здесь уже учатся. Она в шестом классе, потом в четвертом и во втором. Старший уже, конечно, не тут учился, да, в Одинцове. Но работу люблю. Дети приходят. Конечно, берут литературу всю по учебной части. Савинскую школу любят за дружный коллектив и теплую атмосферу. Многим она помогла исполнить свои мечты, получить опыт и добиться высоких результатов. Я очень мечтала стать учительницей. Мне очень нравилось, как учителя проверяют тетрадь. Мне это казалось настолько интересным и занимательным, что вот я мечту воплотила в реальность. И почему именно в этой школе, в этой школе, не знаю. Она мне сразу понравилась, как вошла в эту школу. Она сразу, не то чтобы проявила, она сразу меня привлекла своей добротой, своей теплотой. Мне тепло приняли. Сегодня в школе трудятся 35 педагогов и обучается 642 ребенка. Памятные альбомы из жизни классов и фотографии выпускников хранятся в музее школы, который был создан два года назад. В исторической части хранят артефакты, в том числе и времен Великой Отечественной войны. В школьном музее есть небольшая композиция такая по именно старым вещам, которые были в 60-е, 70-е годы. Как перо использовалось, какие чернила использовались, промокашка. Я думаю, сейчас многие первоклассники, да и 11-классники не знают, что такое промокашка. Но здесь они могут познакомиться с этим, посмотреть на это. В 2021 году Савинская школа идет в ногу со временем и все больше набирает обороты. Современное оборудование и интерактивные программы – все это очень важно для развития. В этом году мы попали в проект национальный «Точка роста». Министерство образования нам предоставило оборудование для химии, биологии, физики и технологии. В разрезе технологий она предоставила нам робототехнику, а для физики, химии, биологии – цифровые лабораторные комплексы. Также сделали ремонт в этих кабинетах и поставили мебель, новую, современную. Тем самым открыли путь детям для участия в конкурсах. Некоторые из учителей только начинают работать в этой школе, а кто-то проводит встречи со своими выпускниками разных лет. Педагогический путь Татьяны Тимофеевны начался 35 лет назад. Эти годы пролетели как один миг, признается педагог. Любимая работа приносит только радость. «У нас дружный коллектив, хорошие ребята. И когда мы куда-то везем ребят, всегда отмечают ребята Савинской школы. Они у вас отличаются. С гордостью всегда говорю, я горжусь своими ребятами, горжусь своей школой». Юбилей Савинской школы – это не только огромный путь, но и рубеж, возможность оценить пройденные этапы и поставить цели на будущее. Большая школьная семья продолжает свой путь. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова